Только смелым покоряются водные просторы. Сильный шквалистый ветер не помешал проведению в Конаково первенства Тверской области по парусному спорту. Более 80 смельчаков прошли по волнам Московского моря. На месте проведения соревнований побывала и наша съемочная группа. Акватория Московского моря является самым популярным местом для любителей парусного вида спорта. Третий день подряд здесь проходят крупные соревнования, где участвуют спортсмены со всей Тверской области. В общей сложности в рамках первенства Тверской области прошло 10 гонок, в которых приняли участие порядка 87 спортсменов в возрасте от 7 до 21 года. Что же касается классификации яхт, то их в этом году 4. Луч, радиал, оптимист, кадет, навигатор 300. Главная цель данных соревнований, как отмечают организаторы, привить детям любовь к здоровому образу жизни. На протяжении всех дней на водных просторах были продемонстрированы и спортивный азарт, и воля к победе, и упорная борьба. Каждый участник отважно сражался с сильнейшими порывами ветра и старался вывести свое судно первым к финишной прямой. В первенстве приняли участие 13 канаковских спортсменов. У каждого за плечами большой опыт и крупные победы в многочисленных областных и городских состязаниях. Мне нравится то, что в нем нет проигравших, потому что ты всегда можешь выиграть, но можешь в тот же момент и сдать. И самое главное в этом спорте, что не надо сдаваться, потому что вот можешь идти последним-последним, а выйти первым все равно. Вот у меня бывали такие случаи, я шел последним, а выходил в лидера. А бывает и огорчение, вот например сегодня, я выходил в лидера, а пошел последний почти. Но самое главное, не надо расстраиваться, надо бороться до конца. В этом спорте главное не бояться, ведь если страх хоть на секунду одолеет все тело, то ты уже проиграл. Именно так считают московские яхтсмены, которые второй год подряд специально приезжают в Кунаково, чтобы проверить свои силы и завоевать новые медали. Так, например, несмотря на свой юный возраст Алексея Титова, этот вид спорта привлекает экстремизмом и драйвом. Однако зачастую бывает совсем непросто. Вчера на гонке было страшно, и когда я кельнулся, очень тяжело было перевернуть лодку. Но я дошел до конца, я несколько раз хотел сдаться и подъезжал к Валеру Петровичу, моему тренеру, чтобы просто сойти с гонки и просто пойти на катер к нему. Но он меня уговорил, и я прошел до конца. Ну, страшно было, но я дошел до конца все-таки. Я горжусь этим. По завершению всех стартов лучших спортсменов наградили памятными призами и подарками. Но на этом сезон показательных выступлений, красочных гонок не заканчивается. Уже через несколько недель в акватории города Тверь пройдет первенство, в котором также примут участие конаковские ребята.